Полумерами назвали многие представители малого и среднего бизнеса недавнее решение Тверской городской думы. Напомним, что в минувшую пятницу парламентарии одобрили ряд инициатив, которые должны помочь предпринимателям в условиях нынешнего экономического кризиса. Однако тут же нашлось немало тех, кто считает, что депутаты должны действовать более решительно. 17 апреля депутаты гордумы одобрили снижение в половину коэффициента базовой доходности. Он используется для исчисления единого налога на вмененный доход. Кроме того, парламентарии проголосовали за послабление по арендной плате, за пользование муниципальным имуществом. Однако, во-первых, послабление это не полная отмена платежей, а во-вторых, это касается только муниципальных площадей. А что делать тем, кто снимает офис у частной организации и тем, кто их сдает? И вот, что об этом говорят участники этого сегмента рынка. Вы знаете, как арендодатели говорят? Они говорят очень просто в большинстве случаев. Вы знаете, нам не отдали отсрочку по оплате коммунальных платежей, по отоплению, по электричеству. Скажите, почему мы должны вам дать вот эту отсрочку? Полпредпо правам предпринимателей Антон Стамплевский считает, что нужны не половинчатые меры, а полноценные. Для всех арендаторов нужно плату отменить вовсе на время кризиса. Владельцев офисов также нужно всемерно поддержать. Иначе рынок коммерческой недвижимости просто рухнет. Их нужно поддержать через налог на имущество, как это сделано в ряде других регионов. Если этого сделано не будет, то здесь, скажем так, может возникнуть угроза каскада неплатежей. Так, если арендодатель не получит арендную плату, он не сможет рассчитаться со своими сотрудниками, а также с теми, кто ему поставляет тепло, воду, электричество. А те, в свою очередь, не смогут оплатить своим контрагентам. И все это приведет к остановке хозяйственной деятельности региона. В целом, меры поддержки бизнеса надо максимально расширить, считает омбудсмен. В нынешней ситуации сложно найти отрасль, которая бы не пострадала. Ведь так или иначе опростаивают почти все. Поэтому городской думе необходимо пересмотреть свое решение. Ведь в помощи нуждаются самые разные отрасли малого и среднего предпринимательства. Ботовые услуги, стоматологические клиники, розничная торговля непродовольственными товарами, о чем сказал президент. Депутаты не услышали этого предложения. Более того, почему-то не рассмотрели заключение уполномоченного. Мы с этим будем разбираться. В ходе заседания на это обратил внимание коллег и представителей горадминистрации депутат Нечаев. Он призвал в первую очередь услышать, чего просят сами бизнесмены. И напомню, что сейчас любое промедление без всякого преувеличения смерти подобно. В случае обвала малого и среднего бизнеса восстановление будет очень долгим, от чего пострадают все. Начиная с простых граждан, которым сложно будет найти работу, и заканчивая государством. Ведь оно лишится источника налоговых поступлений, которые бизнес платит государству от полученной им прибавочной стоимости созданного и проданного товара или услуг. Если погибнет бизнес, то встанет вся экономика и потянет за собой все остальные сферы. Поэтому этот вопрос сегодня ставится во главу угла и на федеральном, и на региональном уровне. Ведь быстрые и эффективные меры поддержки должны принимать не только муниципальные органы власти.